15 декабря отмечается Международный день чая. Праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на земле. Наши предки на севере чай тоже очень любили. Сколько выпивали пустозеры заморского напитка в год и как правильно заваривать чай, выяснила Любовь Пермякова. Заливаем горячей водичкой. Количество воды тоже выбирайте себе по вкусу. Закрываем. Иван Сартаков, владелец одного из местных кафе, показывает нам, как правильно заваривать полезный чай. Растений, из которых можно приготовить такой ароматный напиток, очень много. Их можно встретить в лесу или в тундре. Голубика, брусника, клюква и, конечно же, мороженое. Видите, она прям сочная. Почему? Потому что она сочная. Ну, это, кстати, надо, наверное, везти в меню. Ягоды сначала давят, а затем добавляют по желанию лимон, мед или корицу. Такой чай, по словам Ивана, содержит в себе массу ценных витаминов и микроэлементов. Помогает бороться с простудными заболеваниями и элементарной депрессией, возникающей на фоне холодных дней и полярной ночи. Много кофеманов, но любители чая все равно остались, наверное. Вот как в Наринмаре у нас жители, любят чай. Да, пьют его очень много. В основном любят такие вот фруктовые чаи. Мы специально там не разбивали, например, чайную карту, потому что всем не угодишь, не сделаешь 150 сортов. То есть у нас обычно стандартники. Не знаю, как другие, но я люблю, чтобы все таких чая присутствовали, немножко заваркивать этот чай. Кстати, россияне входят в число мировых лидеров по потреблению чая. Его пьют 94% жителей. Больше только в Индии. Тогда как на родине чая в Китае лишь 74%. Откуда такая любовь к чаю у нас в округе? Ответ на этот вопрос знают сотрудники музея. Оказывается, от наших предков-пустозеров. Что местные жители покупали здесь чай цибиками. Цибик – это коробка с чаем, вес которой мог достигать до двух пудов. Но если посчитать, что пуд – это 16 килограмм, то эти коробки могли весить до 32 килограмм. Ну и также, что чай пили. Семья могла выпить чай в количестве 16 фунтов. Но тоже, если фунт 400 грамм, то 24 килограмма могла выпить семья чая за год. Пили хороший чай, пили китайский чай. И поэтому, как уже отмечают многие путешественники, чай, конечно, здесь любили и ценили. Как отмечают историки, в любое время суток пустозеры встречали и званого, и незваного гостя ароматным напитком. Если не отведать, можно было испытать на себе гнев хозяев. Кстати, культура чаепития у жителей Нижней Печори была на высшем уровне. Это подтверждает хранившаяся в музее коробка легендарной дореволюционной фирмы «Братья К. и С. Поповы», которая была основана в 1842 году. Их называли «Чайными королями России». Если обратить внимание, как она украшена, так скажем, изнутри, то есть есть наклейки. Кроме этого, чай они просто насыпали, его заворачивали в упаковочную бумагу, складывали эту коробочку, и она еще могла и закрываться на такой, на замочек. То есть вот здесь была печать. Фирмой Поповых была налажена доставка чая даже почтой. Причем получателям могло быть частное лицо, заказавшие, к примеру, 2-3 пачки чая по 3 золотника, каждая из которых стоила 5 или 10 копеек. Или фирма, желавшая получить вес от 20 килограммов и более. Такой чай могли себе позволить обеспеченные жители. Поэтому, кроме черного заморского, у наших предков в ходу были и местные разнотравья. Несмотря на то, что мы живем на севере, все равно у нас богатые разнотравья, у нас много трав, и хозяйки использовали все, что можно было взять от природы. Но какие же цветы могли использовать? Ну, конечно же, это иван-чай. Иван-чай везде, в принципе, он есть, и у нас на севере тоже его довольно-таки много. Иван-чай еще называют Копорский чай, потому что его родина считается село Копорье, это в Ленинградской области, ну и у нас тоже иван-чай растет. Иван-чай обычно собирали на всю зиму, собирали тоже в больших количествах. И раньше его не ферментировали, а просто подсушивали в тени или в печке, и потом уже пили. А еще наши предки использовали для чая мяту, шиповник, таволгу, листья березы. 31 декабря 1821 года Александр I издал указ о дозволении производить продажу чая в трактирных разного рода заведениях с 7 часов утра до 12 часов полудни и держать в ресторациях чай. Сразу возникла целая индустрия сопутствующих товаров – всевозможных баранок, сушек, калачей, конфет. А вот сахар вошел в обиход лишь в середине 19-го столетия, когда его стали массово производить из отечественной сахарной свеклы. До этого он был по карману только зажиточным горожанам и дворянам. Поэтому на Руси зачастую пили чай с солеными огурцами.